Доброе утро, мои дорогие! Доброе! У меня тишина. Все разбежались. Кто в детский садик, кто на работу, кто в гимназию. На улице минус 16, ощущается как минус 18. Написано. Вот. Эту подушку мама моя вышивала. Давно уже когда-то. Ой, а что хотела показать? Девчонки, у кого есть мебель вот с такими подлокотниками, широкими, с такими, с мягкими, вот смотрите, какую штуку очень легко сделать. Просто вот досочки, да, напиленные. Они такие... Не очень толстые. Вот. И с другой стороны они просто приклеены на ткань. У меня вот просто нет такой мебели. Я бы себе такую давно сделала. Вот. И из-за того, что они на ткань приклеены, они вот такие вот, вот так шевелятся. И вот просто, вот на такой широкий подлокотник, и вот вам столик. Очень хорошая штука, очень удобная. Так что напилите, приклейте на ткань, и вот вам и столик. А я вчера купила вот эту самую затвердевающую пасту. Купила вот такой молд. листик. И сделала. Ну, первый блин комом. Потому что я нет, чтобы прочитать, да, в интернете посмотреть, как это делается. Я взяла, налепила, видите. Даже его пасту эту не... в руках не размяла. Вот видите, у меня сзади как получилось нехорошо. некрасиво. Но а листик получился. Вот он уже высох со вчерашнего дня. Стал твердый. Ну, всё, можно куда-то клеить, покрасить, и будет листочек. Так что я очень рада. И так думаю, что мне, наверное, нужно ещё пойти купить. Там полкилограмма. Ну, хотя я думаю, что я сама начну делать эту пасту. ничего там сложного нет. Ну, на первое время может, стоит ещё купить, пока я посылку не отправила. В общем, мне результат понравился. Ну, этот, мол, твёрдый. Когда мягкий, проще они, конечно, их вытащить оттуда. Ну, сам факт, да? Красота. Вот. Ой, мои дорогие, жалко, что мы не летим в Сочи. Все расстроились. Но в такую погоду, что там делать? Сидеть в номере. Ради этого лететь. Сами понимаете. Макар очень расстроился. Ему так хотелось. Давно никуда не ездил. Ну, что делать? Вот. Костя думает теперь, куда бы нам поехать? Да хотя бы куда-то. Уж не знаю, может, на горнолыжный курорт тут где-то в области. Вот. Вот какая стала жизнь, а? Раньше мы раз собрались, на выходные в Финляндию поехали. Теперь всё обрубили. Ну, не нравится мне всё это. Хотят вообще закрыть границы. Опять железный занавес устроить. В общем, такая жизнь не радует. А радоваться хочется. Что там той жизни-то осталось? Правда ведь? Ну. Лишают людей. Ладно, кто не ездит никуда. Ну. Я их тоже понимаю. Люди по разным причинам не ездят. Кому-то просто неинтересно. Нам интересно. И то не дают такой возможности. Ну, что делать? От нас ничего не зависит. Хотя жаль. Если бы это всё зависело от меня. Ой, уж вы поверьте. Жизнь стала бы намного веселее и интереснее. Сейчас в одиннадцать откроется почта. Пойду на почту. А дальше пути Господни неисповедимы. Пока даже не знаю, куда мне направить свои стопы. Что-то прям не знаю. Ну, вот знаете, мои золотые? Вот мне пишут. Почему вы не сводите нас в музей? Да не хочу. Все музеи мурманские я знаю наизусть. И для меня они, ну, неинтересны. На ледокол Ленин попасть сложнее гораздо. А так, к Алёше ехать. Я уже ездила к Алёше и рассказывала вам историю. В Болгарии Алёше, в Мурманске Алёше. Во-первых, Костя работает. У них сейчас одна машина на двоих. Ехать туда на такси дорого. На транспорте ехать. Там очень далеко идти. Так что, девчонки, два года назад я ходила. И сейчас. Это большая разница. Я еле приплетаюсь домой. У меня очень болят ноги. Вот. И ходить туда, где мне неинтересно, тратить на это время силы и время, я не буду. Я вот знаю, что мне нужно купить, куда мне надо сходить. Я ещё, правда, на работу на бывшую не ходила. Так опять по той же причине. Вот. Ходок из меня никакой стал. Поэтому я собираю все силы внутренние и иду туда, куда мне нужно. Потому что я знаю, что я вернусь в Черноморск, и там я ничего этого, что мне нужно для работы, я там этого не куплю. Поэтому уж вы меня простите, но дело так обстоит. и никак по-другому. Ни шешнадцать, как я всё время говорю. Ну что, девочки, отпорола я эту красоту, потому что я её постирала ещё раз, и вы видите, что поотваливалась, поотрывалась. Ну, это Китай, дело такое. Вот. Я её отпорола. Понятно, что теперь кофта стала безликая. Но я вернусь в Черноморск и декор сделаю обязательно. Просто другой. Потому что так она скучная. А это не знаю. Мне вот интересно, мне нравится, что она вот такая вот выпуклая. Но отстирается ли это окончательно, не знаю. Так что вот так. Вот такой пакет за четыре дня. надо отправлять. Тяжёлый. Нельзя меня выпускать из дома. А так, чем я занимаюсь? Как все люди. Вот загрузила, которая посуда была грязная. Выгрузила чистую, загрузила. То, что грязная посудомойка. надо плиту помыть. Видите? Вчера готовили. Уделали. Загрузила стиралку. Ну, в общем, как все люди обычные. Какие дела-то? Вот такие вот дела. Нужно ещё Наташе Герасимовой два шарфа передать. На всё это надо время, мои хорошие. Вот. Открыла окно проветрить. О, свежо! Надо закрывать. Вот у меня, видите, невестка готовится дом строится. Вот она, вёдра плиткой обкладывает, затирает это дело. Вот. Ну, это хорошо же, когда человеку нравится дом построится. Там и так-то уже красиво. будут цветы расти в вёдрах. Так что, ещё час до почты. Пока вот то да сё. Вон у нас, видите, лобелия, голубой бриз. Вот они тут. Вот они тут. Растут такие. Маленькие-маленькие растения. Света им, конечно, не хватает, хотя свет горит постоянно. Вот так. Сейчас читала комментарии, пишут, а где Макарик? Я уже говорила, что Макарик живёт у другой бабушки. Почему он там живёт? Потому что Ирина Сергеевна живёт одна в трёхкомнатной квартире. Вот тут недалеко буквально, прям пешком идти, ну, минут в семь, наверное. Вот. Макарик учится последний класс. Он очень много учится. Старается поступить в универ на бюджет. Ещё у него лыжи. Причём тоже прям, ну, профессионально парень занимается. Он очень устаёт. Вот. А тут у нас шум балаган. Сами понимаете. Вот. И поэтому он живёт сейчас у бабушки. Но вчера он приходил в гости. Мы с ним тут наболтались. Он заодно принёс пуховик постирать. Потому что тут сушилка есть. А пуховик же надо стирать, сушить в сушилке с мячиками, с этими теннисами. Вот. И вот пока куртка его стиралась, пока она высохла, уже и отец с работы приехал. В общем, сидели, болтали тут. Обсуждали, как в Болгарии наши живут, как дела там у Егорки. Вот. Потому что мне Егор всё не скажет. С братом-то они как-то всё-таки, знаете, так, вот. В общем, рассказывал, что Егор в меня, наверное, гуманитарий. Что у меня наговорил? Вот. Математика у него не очень, но она у него и тут была не очень, и там не очень, потому что там ещё и на болгарском языке преподают. Вот. А как тут был у него прекрасно английский, ну, и все остальные гуманитарные предметы? Ничего, привыкает потихонечку. Ну, отметки, конечно, не те, что были здесь, но на это время надо. С ним занимаются мама и Руся, мамин муж, и Кира же у нас замечательно по-болгарски говорит она уже сколько лет там. Вот. поэтому всё будет нормально. Самое главное, он хотел к маме. Он не жалеет, но скучает. И по папе скучает, и по мальчишкам, и по мне скучает. что делать, если так жизнь распорядилась? Так что, если, не дай Бог, закроют совсем границы, то и к ним туда будет не попасть. Хотя, может быть, если родственники в Европе, может быть, как-то... Ну, в общем, ладно. Поживём, увидим, мои хорошие. Так что, Макарик тут, они нормально общаются у него, ключи от квартиры ему, когда надо, он приходит. Отец ему деньгами помогает. В общем, все на связи, все общаются. Так, ну, ладно. А я, наконец-то, всё, собираюсь на почту. Но, вот ещё, забыла вам сказать. Девчонки, я не знаю, как я собиралась. Я вчера купила магнит, и думаю, сейчас девочкам отправлю бандерольки, ну, с розыгрыша, с того, магнитики вложу. Перерыла весь рюкзак. Ну, у меня бывает. Я тут ещё сборщик. Я, видно, наверное, эти пакетики с тем, что они выиграли, положила. Подумала, что я в рюкзак сложила. Видимо, дома остались. Вы же меня простите, девчонки, но вот собиралась ночью, под утро, отправлю. ладно, что ж теперь со мной сделаешь? Память девичья. я тут долго не буду. Вернусь. Отправлю. Ладно, мои хорошие, я буду с этим делом заканчивать, потому что видео будет длинное. Вот. И это самое. Пойду на почту, отправлю этот пакет, а что дальше делать, посмотрю. Пока, пока, мои хорошие. не болейте. Держитесь. Скоро весна. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok